МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Полторы тысячи штатных юристов, 538 офисов бесплатной правовой помощи Министерства юстиции по всей Украине, более трех тысяч адвокатов ежедневно решающих ваши проблемы. Задайте свой вопрос. Вы имеете право". Я работаю в школе учителем средних классов. ЗАУЧ предупредил об уменьшении количества классных часов. В школе по договору работает учителем заместитель начальника отдела образования. Это не его основное место работы, но именно из-за него я потеряла количество часов. Правомерно ли это? На самом деле вопрос уже кроет в себе ответ. не может ЗАУЧ просто предупредить о том, что будет уменьшаться количество учебных часов. Александр Баранов, 44 года, 3 высших образований, экономист, инвестиционный менеджер и магистр права. Возглавляет координационный центр по предоставлению правовой помощи Министерства юстиции, ответственный за развитие новых сервисов, в частности, восстановительного правосудия и медиации. Юридический стаж 8 лет. Законом Украины об образовании предусмотрена тарифная ставка и минимальный размер часов в объеме 18 часов в неделю. И единственный способ, каким образом можно было уменьшить время, получить письменное согласие. Письменное согласие учителя о том, что он согласен на такое действие. В этом году уже заканчивается учебный год. Учебные заведения готовят планы на 2021-2022 учебный год. И они должны будут поданы до 5 августа. Согласованы с профсоюзами, поданы в вышестоящие инстанции. И уже сейчас составляется учебный план. Если в течение года уменьшается нагрузка, можно перераспределить нагрузку даже в течение года. Если она уменьшается, опять-таки, тоже нужно письменное согласие учителя. Если общее количество нагрузки уменьшается, то в этом случае нужно тогда, скажем, увольнять учителей и распределять нагрузку равномерно. Невозможно просто уменьшать нагрузку. При этом очень часто сейчас используют старые заявления на согласие о таком перераспределении за прошлые годы. И много учителей жалуются, что им делают перераспределение, используя заявление даже 2006 года. В соответствии с рекомендацией образовательного омбудсмена, такое заявление нужно получать каждый год. И нельзя использовать заявление на согласие на перераспределение или на уменьшение нагрузки, которые были подписаны ранее. Если работник не давал согласия работать на неполную ставку, руководитель учреждения не вправе устанавливать ему нагрузки менее 18 часов в неделю. Однако педагогический работник может иметь нагрузку менее 18 часов при работе по совместительству или при работе с почасовой оплатой. Я думаю, в первую очередь, конечно, нужно поговорить с заучем. Мы знаем, что когда человек все-таки знает свои права и может объяснить и отстаивать свою точку зрения, такие вопросы могут решиться в досудебном порядке. Если же зауч не пойдет на встречу, в этом случае можно обратиться в комиссию по трудовым спорам. В каждом учреждении, где насчитывается более 15 человек, должна быть создана такая комиссия. И комиссия должна рассмотреть в досудебном порядке такой спор. Наверное, здесь будет одним из таких хороших практик обратиться к образовательному омбудсмену, который сможет отреагировать на такую жалобу, если она поступит от учителя. Смотрите в следующем выпуске программы «Имею право». Я в ИПЛ. С прошлого года живу и учусь на подконтрольной Украине территории. А моя мама против переезда сюда и живет в Донецке. До моего совершеннолетия мама получала пенсию за моего умершего отца. Могу ли я теперь получить задолженность по этой пенсии, но без присутствия и разрешения мамы? Деньги мне нужны для приобретения ноутбука для учебы и покупки одежды. Свой вопрос вы можете задать, позвонив на единый номер системы бесплатной правовой помощи 0800-213-103, скачав мобильное приложение «Бесплатная правовая помощь» или обратившись непосредственно в один из 538 офисов бесплатной правовой помощи в вашем регионе для личных консультаций. Также вы можете задать свой вопрос на телеканале «Дом» в Ютюбе или в Фейсбуке в комментариях под этим видео, либо написав на личную почту проекта «Имею право, собачка, канал Дом ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова